Долг, честь Отечества. Молодое пополнение в вооруженных силах Беларуси. 25 ноября в учебном центре Института пограничной службы более 300 новобранцев присягнули на верность Родине. Позади курс молодого бойца. Впереди освоение военной профессии. В минувшие выходные на территории учебного центра Института пограничной службы состоялось знаменательное событие. Принятие военной присяги новобранцами. За плечами молодых бойцов почти месяц службы. Выбор делали осознанно, ведь пограничники – это элита вооруженных сил страны. По традиции поздравить молодых людей со столь значимым в их жизни событием приехали представители местных органов власти, силовых структур, ветераны пограничной службы, духовенство, вышестоящее командование. Начальник Института пограничной службы Республики Беларусь генерал-майор Сергей Жилинский с особым трепетом вспоминает свою присягу в 96-м году. Как с дрожью в голосе четко произносил слова клятвы. Для пограничников важно сегодня все – и физическая подготовка, и их моральное состояние, потому что выполняя задачи по охране государственных границ, сегодня необходимо быть крепким, мужественным и, конечно же, подготовленным в психологическом и физическом плане. Это очень важно сегодня. И мы, конечно же, в учебном центре этому уделяем особое внимание. Сегодня, на начальном периоде подготовки, наши курсанты уже получили навыки, овладели оружием, провели свои первые стрельбы, а впереди у них напряженная работа по освоению военной учетной специальности. Основная специальность, которую они приобретут, это же инспектор пограничной службы. В последующем это командиры отделений, мастера по эксплуатации технических средств охраны государственной границы, ну и водительский состав, который будет проходить подготовку в нашем учебном центре в городе Дзержинске. Мамы могут не волноваться, дети находятся в самых достойных условиях. Сегодня созданы все необходимые условия для учебы, для их жизни и быта в том числе. Прозвучала команда под знамя «Смирно». На площадь чеканя шаг вышел расчет с боевым знаменем. Церемония началась. Слова «Служу Республики Беларусь» молодые люди произнесли впервые. Текст клятвы выучили задолго до церемонии. Слов в военной присяге немного, важнее их смысл. В ней собраны идеалы защиты Отечества. Я, гражданин Республики Беларусь, Гружевский Даниил Валентинович, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Поздравляю! Желаю успехов по службе, как ты народов. Молодец. С рядышком совсем. Родители приехали. Поздравляю! Служу Республике Беларусь. Из города Слуцка служу в срочную службу. Успел окончить Барановический государственный университет на специальность юрист. Служба для меня это долг, который я обязан дать перед своей родиной за то, что она меня скормила, помогла скормить, за то, что она меня обучила, воспитала. Для меня это что-то неотъемлемое. Первые дни службы могут для некоторых проходить тяжело. Для меня были тоже свои трудности. Так или иначе, это все равно отвыкание от дома, от быта. Но нужно переносить все тяготы военной службы смело и стойко. Рядом с новобранцами в этот важный день были родные и близкие люди. Для них это первая встреча после призыва с сыновьями и друзьями. С замиранием сердца, волнением и гордостью мамы наблюдали за своими детьми. А после торжественного ритуала принятия присяги, не скрывая эмоций, торопились обнять повзрослевших сыновей. Этот день, конечно, очень значимый. Я понимаю, что мой сын встал на защиту нашей Родины. Я ему желаю с честью выполнить свой долг, быть достойным солдатом, мужество, сила, дух, чтобы все было у него на отлично. Допомнил, что дома его ждут очень и любят. Торжественный ритуал принятия военной присяги традиционно завершился долгожданным увольнением. У молодых людей была возможность провести время с родителями и друзьями, после чего они снова приступили к освоению пограничной науки. Волнуюсь с ним, что, конечно, переживаю. Приехала к сыну, ему 19 лет, к пруханчику Константину. Он закончил лицей. Сын звонил каждый вечер в определенное время. Ну, там, если в наряде был, то, конечно же, нет. Говорил, что у него все хорошо, что вкусно кормят и занимаются. У нас была группа. Нам делали как бы отчет. Фотографии нам присылали и рассказывали, что делали наши дети, чтобы мы немножко успокоились. Вот, не так сильно.